Мы возвращаемся к вам для решающего матча в группе A. Харстон будет играть против Ютермола. Знаете, я думал, что именно эти двое должны выходить из группы, но в итоге все сложилось так, что они будут играть именно решающий матч, который уже начался, поэтому не смею вас задерживать. Итак, Харстон появляется сейчас синим протасом на 5 часах, счет 0-0, и его соперник это красный тиран Ютермол, который появился на 11 часах на карте Фроузен Темпл. Какой у нас порядок карт, кстати? Я в этот раз немножечко прослоупочил с ним. Я тоже, видимо, пропустил. Я увидел только первую карту. Окей. Ну, узнаем обязательно после этого и сообщим. Опять ТВП, опять размеренное начало у Термол, я думаю, иссяк в заготовках и будет стараться играть что-то приближенное к стандарту и уже по ходу игры, может быть, что-то почувствует, какую-нибудь интересную особенность, разновидность, отклонение от дефолта, которое сможет ему принести помену. Мне очень нравится, как у Термол стимролит оппонента, когда он получает преимущество, он просто идет и давит. Но насчет идет и давит, да, это, конечно, красиво выглядит, но, по-моему, все-таки пока что из всех этих четверых самый красивый стиль игры показывал сортов, который закономерно вышел с первого места в этой группе. Ну, опять же, у нас Decider, поэтому немножечко сортов уже не в этой группе, так что из оставшихся игроков я бы хотел отметить именно у Термола. Достраивается Gateway, сейчас будет заказан Nexus, ну, как-то уж слишком спокойно развивается. Возможно, сейчас будет только первое отличие от Reaper. Да, пошел Марик у Термол. Заказывает факторку. Харстом, ну, пробочка никуда еще не делась, к сожалению, отсюда, и поэтому все это видел. Обрати внимание, что у нас снова Марик, и что, возможно, мы снова увидим тот самый дроп восьми Мариков из одного медивака, который уже показывал U-Termal на Фросте. Кстати, будет забавно, если у нас снова окажется, что карты это Frozen Temple, Frost и Dasan, как в двух предыдущих ПВД, которые мы наблюдали, тоже Харстом, U-Termal и U-Termal в Соке. Я же правильно понимаю, что Сиджонг просто все банят? Да, Сиджонг, похоже, все банят. Нет, подожди, его просто нет в мапуле. Стоп. Да, его нет в мапуле. Окей. Все, все, все. У меня просто голова едет от того количества карт из-за ротации GSL, из-за ротации корейского Старкрафта. Опять же, мы играем немножечко по другому мапулу. Ладдер... Ладдер на мапуле есть. Нет, не ладдерному. Короче, слишком много мапулов вокруг, и я уже не 7 карт воспринимаю как мапула, наверное, штук уже 9, и из-за этого иногда сложно следить за тем, какая карта играется, какая нет. Обрати внимание... Термала отсутствует вообще второй командник как класс в этой итерации Frozen Temple. Да, зато в этой итерации Frozen Temple у него снова есть грейд на плюс 400 урона по броне. И вторая факторка. Да... И это уже что-то вроде циклона-хелбатовый пуш, если... Ну, слушай, по-моему... Нет, это мины. Что? Знаешь, по-моему... Простите, что? По-моему, это та же задумка, что Ютермал демонстрировал в предыдущей игре на Frozen Temple против Харстома в их BO3, где он пытался при помощи циклонов заманивать сталкеров на мины у Харстома. Так нет, ну, есть небольшая разница. А если мы возьмём циклона... Простите, без командника. Простите, это дабл факта без командника. Это полнейший алын. Никаких аутов, если это не работает. Это всё или ничего для Ютермал прямо сейчас. Он идёт с СКВшками, чтобы чинить этих двух циклонов. Он просто закладывает туретки. Это просто какой-то слоу-пуш Харстома. И Харстома надо что-то с этим придумать. Как минимум, добавить больше пилонов. Да, но проблема в том, что сейчас залаконили двух адептов. Ой, ну зачем... По-моему, Ютермал сам себе сбил лакон, уехав слишком далеко от этих адептов. Он вынужден кайтить это, чтобы фениксами не поднимали вот так циклонов и не убивали. СКВшек мало, и чинить уже не получится. Да, пока не соберётся весь состав армии. Смотри, едут новые СКВшки, едут новые циклоны, и мины должны закопаться и дать построить туретки. После этого Утермал получит возможность шагать вперёд. Сейчас он не устоялся на позиции, и... Ой, минус адеп на мине. Мину вторую надо перекапывать ближе. В любом случае. Сейчас нужно двигаться вперёд. Мне кажется, просто боится... Время не на его стороне. Он должен задавить. У меня такое ощущение, что Утермал боится перекапывать, потому что боится, что эту мину просто поднимут фениксы. Да, тоже возможно, но опять же, с тремя циклонами это надо делать. Время не на твоей стороне, ещё раз. Тебя давят, тебя убивают. Циклоны должны работать как Сидж-танки, а не Сидж-юнит в этой ситуации. Я, наверное, даже позволю себе расслабиться в апсервинге. Просто покажу фениксов, которые патрулируют. Мне кажется, там постоянный экшен, да, и завтык с дотеканием у Утермала. Это не завтык с дотеканием. Это фениксы, которые патрулируют эту местность и не дают дотеканию доехать до точки. Назначение... Нужно было через шифт посылать по другому пути на Фроузен Темпли, более долгому. Сейчас ворвутся адепты, кстати, но сейчас они в мины, собственно, и ворвутся. В мины, точнее, у Утермала ворвутся. И врываются они действительно очень жёстко для этих адептов. По-моему, там половина из этих адептов домой не ушла. Но, с другой стороны, все мины теперь разряжены. Там параллельно теряется дотекание всё-таки. Харстон подрезает дотекание у Утермала. Шикарно просто работают фениксы. Да, знаешь, по-моему, у Харстон вот это была идеальная реакция на происходящее. Он понимает, что рано или поздно пуш во лбу он отобьёт. Ему нужно просто подрезать дотекание. И он это делает просто дремя фениксами, периодически контролируя ту точку. Да, он понимает, что, так, у меня рабов в два раза больше, чем у Утермана. Я могу просто сидеть и просто микрить. Всё, я выиграю эту игру. Я буду строить юнитов, я выиграю. В конце концов, у него закончится база. Он вынужден будет перелететь. Если я не совершу ошибок, я в конце концов выиграю. От этой позиции играет Харстон. Зачем сейчас надо было вылетать фениксами? Ну, по-моему, это глупо. Ну, там уже скопились циклоны, скопились мины. Там уже опасно. Надо возвращаться домой. Да, знаешь, пока что у Харстона как-то не очень хорошо идёт с обороной, потому что у него сейчас добарпываются, конечно, адепты, но адептов, откровенно говоря, не очень много для того, чтобы отбить такое количество мин. Ты погляди, сколько мин сейчас закопается. Смотри, адепты... А, это просто разведка. Мне показалось, что на секунду адепты решают отправляться в атаку. Знаешь, мин... Сталкер же убивает мину, да? Сталкер убивает мину за счёт рейнджа. И Мортал тоже. Ну, вот первый Мортал — это то, что влияет на эту игру. Да, если его не залаконят сейчас. Ну, залаконить сложно, потому что вокруг адепты, которые должны защищать Мортал от подобных проблем. Потерян Обсервер — это, конечно, провал. Потеря Апсав в данной ситуации — это дичайший провал. И обратите внимание, Нексус-то был тоже потерян со стороны Харстона. Ну, Нексус, как бы, в конце концов, будет потерян, потому что потеряна вот эта Рамба. Эта область потеряна. Сейчас Призма станет ключевым юнитом. Ну, в том числе... То есть, сейчас несколько ключевых юнитов у Харстона. Это все юниты Роботикса. У каждого есть своя роль, и каждый юнит должен эту роль исполнять. Призма должна спасать имморталов и адептов от Лакона. Обсервер должен подсвечивать мины, чтобы их вообще можно было забрать. А имморталы, соответственно, должны вносить ДПС по бронированным юнитам. Все. Предельно просто. Но когда это все в куче, когда это в таком хаосе, это чрезвычайно сложно отмикрить. Да, и когда ты еще не ожидаешь такой стратегии, потому что давайте не будем лицемерить и говорить, словно мы такое на ладдере каждую неделю отбиваем по 20 раз. Нет, это невероятно сложные игры. Вы просто редко такое играете. Очень редко случаются такие микрозависимые игры, где нужно микрить с невероятной точностью, без единой ошибки. Что? Это один адепт, по-моему, телепортировался и разредил мины. Мне просто аж стало страшно, потому что на моих глазах исчезла тень, теней штук 5, потому что Харстон отменил хров на момент попадания мины, и мне показалось, что теперь можно убивать тени. Тем временем пошел до варп сейчас еще нескольких адептов, потерял здесь 5 ссв-шек Харстон, соотношение парабам 37 на 20 в пользу синего протаса все еще. Иммортал был потерян. Да, и был потерян Иммортал. Иммортал, что тут это фатально. Харстон просто теряет невероятно больше. Вышел Иммортал, начал расстреливать мины, теряет сейчас 2 мины сейчас с Ютермал, но знаешь, тут очень много циклонов, и сейчас во второй раз Нексус, по-моему, залаконит до смерти. Еще и мины разряжаются в варпующихся адептов, но знаешь, тут надо уже пробивать, и я не уверен, что я знаю, как здесь 100% грамотно действовать, чтобы отбить такой пуш. Он действительно очень жесткий и очень сложный. И призму сейчас еще можно отдать на луконах, но пока что не кидается на нее лукончик. Пытается разрядить с помощью призмы, высаживая по пробочке в сторону мин. Подходит 2 Иммортала, но проблема в том, что там столько мин, что залпов их хватит, чтобы убить этих Имморталов, и все оставшуюся армию бродится вместе с ними, разряжаются мины. Ой, сколько адептов было потеряно! Нельзя, нельзя, нельзя терять столько адептов за раз, потому что сейчас ситуация для Харстома становится совсем неутешительной. Он потерял просто толпу боевого лимита, и да, там есть Иммортал, но проблема в том, что Харстом это не Ликвид Хира в 2012, чтобы одним Имморталом отмиграть абсолютно какое-то безумное количество юнитов. И сейчас эти 2 Иммортала, конечно, могут попытаться продавить, но я уже не очень сильно верю в их шансы, если честно. Есть, кстати, у Харстома 3 Феникса, но, по-моему, он о них просто-напросто забыл. Ну, настолько микроинтенсивная игра, что я думаю, Харстом примерно как мы просто не отвлекается от этой единственной точки. Термалу все надоело, выкопал в какой-то момент все мины, все мины подшагнул и все закопал. Ну, минное поле идет теперь к вам. Картина маслом эдакая. Ну, Харстому надоело. Харстому устал от этой игры, честно говоря. Да, Харстом, кстати, сейчас теряет свой второй Нексус. Пошли грубые ошибки очень. Просто прогулялся по минам. Да, их надо фокусить, но не надо просто адептов через муф отправлять за циклонами с целью, не знаю, разрядить мины, попытаться что-то зафокусить. Еще одна мина разряжается в адептов, и все идет к 1-0 в пользу Ютермала в этом десайдере. Напомню, что в прошлый раз Харстом обыграл Ютермала со счетом 2-0. Мне интересно, зачем то Сапплайку достроил этот Туту Тармал, но какой ее смысл? Мне кажется, просто мисклик. Он может ее опустить. Единственное применение, которое я могу найти этой... Сапплайки, минус иммортал, джиджи. Счет становится 1-0 за счет очень интересной заготовки на Фроузен Темпле. Ютермал берет первый сет, и знаешь, я хочу видеть больше таких заготовок от этого представителя Нидерландов. Это было просто великолепно. Я получил искреннее удовольствие от наблюдения за этой игрой. Давно не доводилось смотреть на настолько красивый Старкрафт, на настолько красивые заготовки вне Южной Кореи. Ну, я бы даже не сказал, что это большая заготовка, это такой хороший пуш, но однобазовые игры, знаешь, греют мне душу. Я вспоминаю замечательный 2010-й момент конца беты, вола, релиза. Помнишь, в 5 или сколько там было 7 роучей пуш на Steps of War? Да, 7 роучей пуш это стратегия, которая останавливала людей от того, чтобы играть просто ладер совсем, потому что не могли его отбить на разных картах. Ну, я не знаю. Текущий ладерный маппул отчасти напоминает старые карты. Тут есть Steps of War, тут есть Cloud Kingdom. Ну, в ладерной версии маппула. По-моему, у нас нет этой карты. Вот Galactic Process, который напоминает так сильно Cloud Kingdom. А, я баню от всюду! Да, я баню от всюду, потому что никто не хочет играть Cloud Kingdom. Так, карту. Да, нам нужна вторая карта. Но перед этим мы идем на технический перерыв. И создадим лобби. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Ну что ж, добро пожаловать обратно. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Просто над голой землей Очень большое расстояние И только по земле может прийти Харстом Что он, походу, и собирается сделать На варпов предварительно тонну адептов Моряки, видимо, уже никуда не уйдут И мы, конечно, отменили тень Но Посмотрите потери Мы потеряли 19 пробок Отдали одного темпеста, отдали оракула Викинги сейчас могут забрать всех темпестов Викинги, похоже, это сделают Блинкаются сталкеры прямо под викингов Но уже поздно здесь что-то делать Все темпесты сейчас абсолютно отдаются И очень хорошо залетел Ютермал Очень плохо на это среагировал Харстом Ютермал только что потерял всех темпестов Фу, Ютермал Харстом только что потерял всех темпестов И это означает, что теперь Харстом может полагаться Только на наземную армию Которая, впрочем, довольно-таки не слабенькая С учетом того, что в ней есть штормы В штормах было целых два И они уже закончились На данный момент Ты видел, как он стригел минус С помощью темплара И заморфил его вархона Это было шикарно GG пишет Ютермал Счет становится 1-1 Очень красиво проведенная игра за счет Харстома Несмотря на то, что Ютермал проводил местами неплохие сражения Получалось все-таки отжимать у Харстома войска Ютермала Получалось убивать понемногу армию И в итоге в какой-то момент Действительно Харстом получил серьезное преимущество И дальше уже даже потеря всех темпестов Ничего для него не значило Знаешь, мне кажется Здесь очень сильно отличается стиль игры у Соки и у Харстома Соки полагался на темпестов как на ключевого юнита Как на очень важного ключевого юнита Потеря которого будет значить там гарантированное поражение А для Харстома это способ дотерпеть до штормов До архонов и до более технологичного состава наземной армии Ну, опять же, на темпестов можно полагаться Но при наличии какого-то мост ДПС Штормы пришли, по-моему, слишком поздно Они должны были... Опять же, армию эту нельзя делить Итоговую И там должен быть АОЕ Без него, к сожалению, не заработает этот состав армии Ну что ж, мы возьмем небольшой перерыв, чтобы пересоздать лобби После чего вернемся с последним матчем в этом Best of 3, а также в этой группе После чего нас ждет еще 10 минутный перерыв и группа B Не переключайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, добро пожаловать обратно Нас ожидает карта Frost, которая будет последней в группе А Счет, как вы могли догадаться, 1-1 И у нас... Последний маджик в группе А начинается прямо сейчас Да Горизонтальные респауны Как же я благодарен этим цветам, Налан Как же я их люблю Красный и синий, да? Да, их так легко различать на мини-карте Чем отдельные тона синего Ну что ж Опять начало завода Господи Кстати, ты ведь в курсе, что ты можешь выставить в интерфейсе, чтобы у тебя всегда игроки были красный и синий С патча 3.2.0 Да Я пропустил эту фишечку, к сожалению Они скорее всего это сделали, но я опять несколько разобрался с их юзер-интерфейсом Потому что Близзарды очень активно продвигают новый юзер-экспириенс Который массы отчаянно не любят Кстати, тебе не кажется, что у термала стенки стали куда изобретательнее после того, как его попробовали пилон рашить? Да, знаешь, мне кажется У термала сразу включилось такое Так, все Больше никаких пилон рашей И посмотри, куда поехал Харстом Харстом едет сразу на кросс-респауны Наплевав на все Наплевав на возможность не угадать Наплевав на возможность кататься с максимально вообще возможным временем То есть проехаться сюда Потом на горизонталке Потом на горизонталке И потом опять на кроссы Наткнув возможность наткнуться на глухую застройку Вот, вот, вот Совсем И пробочка едет Ладно Не угадай Едет вниз Да, пробочка едет вниз Стоп, что Да, а, она объезжает, да Я не совсем уже помню даже рельеф карты Фрост Мне казалось, что путь по правой части карты ближе внезапно Ну что ж Не важно Харстом все-таки угадывает Размещение у Термала со второго раза Все-таки Ничего все равно не узнает Марпех тут как тут С другой стороны Марпех тоже информация Как бы Марпех говорит о том, что там Или без газовой ТЦ Что маловероятно, когда ты играешь с Термалом То ли там быстрая факта Соответственно Ну, Харстом, в принципе, имеет представление Что его ждет Заказывает довольно-таки быстрого адепта Я, кстати, не совсем люблю подобный заказ Ну, зачем тебе уже юнит? Там же Марпех Как бы Немножечко лишило смысла для меня Я бы заказал Сталкера, скорее всего бы Ну, опять же Это, с другой стороны, это может быть дело вкуса Опять же, Сталкер более полезный юнит В плане дефа Опять же, адепт потерял свою силу Как двухшот юнит И он не так бы Он примерно с такой же скоростью, как и Сталкер Разбирается с Марпехом, поэтому А, ну еще адепт имеет, опять же Отставание в скорости перемещения В ранже относительно Марпеха И Относительно Сталкера Ты хотел сказать? Марпеха А, окей Ну, адепты не могут кайтить Марпехов адекватно А Сталкеры могут То есть адепт получает урон А Сталкера нет Потому что адепта рейнж 4 У Маррика рейнж 5 У Сталкера рейнж 6 И, соответственно, Сталкер, который бегает чуть-чуть быстрее Марпеха без тимпака Спокойно их кайтит Ну, при идеальном микро Не теряя ни одного хитпоинта Разменится с любым количеством Марпехов Ну что ж Оракул У Харстома Не часто мы видим такое проуч Все-таки Фениксы Когда мы в последний раз видели в ТВП Чистого Оракула Ну, видимо, это связано с тем, что у Термала играет И он часто не позволяет таким Оракулам что-либо нанести Но в этот раз Термал Да, но в этот раз Термал решил отказаться от мидов дома Он решил Оракулы все время не прилетали Как-то грустно Отправлю я мину вперед И вот сейчас этот медивак просто пересечется с этим Оракулом Да, пересекается Оракул разворачивается Следует домой Чтобы разбираться дома с дропом Ну и, кстати Посмотри, что Термал делает Он хочет выдропать Мариков на голову Всем этим Оракулу Попытаться его зафокусить Не получается Оракул, видимо, останется разбираться с Гелион Да, с Геликом Будет разбираться Сейчас Термалу можно передропать Геликов на хайграунд Это было правильным решением Потому что, ну, тут уже патрулируют Оракул А Гелики легкий юнит Да, получается Оракулу сейчас забрать один из Гелионов Пересаживать другого на Мейн Ю Термал И, знаешь, вылетел уже первый Феникс из Тергита Мне кажется, вот после смерти медивака Этот подпуш уже будет довольно легко отбит Ну, проблема в том, что Сейчас полная кондрак юнитом У Термала есть у Харстом И у Термал я... Я уже думал, как бы уйти отсюда же Живым по... По добру, по здорову Ибо детекция есть у Оракула Феникс спокойно разберется с Медваком И с Либератором тоже Ну, судя по всему, у Термал будет продолжать давить До какого-то момента Пока он вообще не почувствует жесткую слабину Все С потерей мины надо просто уходить У Термал разворачивай Ю Термал не хочет разворачиваться Я вот тоже думал, что после потери мины имеет смысл Уходить, да А теперь мы теряем... Нет, мы не теряем Градора, смотри, да ХП теряем пока что Мы теряем ХП Плюс Фениксы нас так просто не отпустят Смотри За нами будут гоняться чертовы адепты Мы сейчас просто можем отдать всех юнитов Адепты появляются Медвак, 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 медвак И мы отдаем Медвак И мы отдаем Либератора И мы отдаем всех юнитов Браво, У Термал Мы добились ничего Потеряв кучу юнитов Браво Ю Термал в итоге застраивается у себя дома В срочном порядке Поскольку у него 10 боевого лимита Тем временем, кстати... Инком у Харстома выше, простите У Протаса инком выше И обрати внимание У Харстома прокси здание на одном часу У Харстома там прокси Нексус Мы пропустили такое замечательное событие Ну Что сказать Мне кажется, это 1-2-1 в пользу Харстома И Харстом отправляется в плей-офф Но мне кажется, что... Мы весь день, честно говоря, старались Не хоронить? Уйти, да Не хоронить до конца Все-таки можно разыграть Кто-то может ошибиться Ну, нет У Термала слишком все плохо, честно говоря У него серьезные проблемы с технологиями У него только наполовину апгрейд на пехоту Я не знаю, может ли он даже подумать, что мы играть в макро Харстом, остановись Да, Харстом решил, что А, ладно, ну пусть он видит у меня три Нексуса На самом деле у меня их будет четыре Слушай, а ведь у нас уже была такая ситуация Именно на Фросте Именно во втором сете Харстома и Ю Термала В второй игре Тогда Ю Термал написал GG, когда понял, что у соперника не три Нексуса, а четыре Вот сейчас, кстати, как ты думаешь, не может повториться то же самое? Ну, это в возможных сценариях Потому что только Харстом у Термала Ну, опять же, как у Термала увидит этот Нексус справа сверху? Никак Ну, разве что мапхак ему включит На секундочку, он его увидит Ну, а так я особо не вижу плана Ну, конечно, можно догадаться, что продаться как-то больно много Но это... Простите Да, но это надолго Да, у Термала есть хорошо качающие две базы Да, его якобы пока что не пробьет Но у Термала выходят вперед Его просто ничего не останавливает О том, что ему пойти вперед Не знаю Такое ощущение, будто он нигде в голове не клацает Что он вроде Так, 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 что-то там слишком много Откуда столько Фениксов Он же или не имеет ничего по земле Или у него настолько жесткое преимущество, что мне пора ливать Ну, видимо, у Термала идет просто узнать И у Термала, знаешь, такую последнюю отчаянную атаку Просканил он третью локацию Ее-то он увидел Не, ну, с другой стороны, это шикарнейший тайминг, чтобы прийти вперед Потому что у Термала, простите, Харстам Последние несколько минут просто строил пробок В диких количествах У него раскачаны 4 локации Хорошие филды, какие замечательные филды сейчас кидает Харстам отжимает половину армии Ее Термала резко отступает И в итоге двумя форсфилдами сейчас Выигрывает себе кучу времени Харстам Ну, по итогам Тебе не кажется, что эта армия просто смешно выглядит У Термала? Я, конечно, просто не могу удержать уже Да, в итоге Термал просто садится в медивак и улетает И знаешь, кстати, как могут найти эту локацию? Просто медиваки полетят дропом туда Через ту часть карты и все Нет, подожди Ты предлагаешь Будучи справа снизу Лететь на левый низ Через правый верх Учитывая количество фениксов на карте Которые будут подрубировать ту часть территории Это мало, вероятно Не, я не говорю, что это вероятно У Термала, скорее всего, сейчас просто сдадут нервы Потому что он пришел Его просто подняли, Фениксу, всю его армию Он даже особо не понравился с наземной Надо бы ревелейшн кинуть сейчас у Термала на мины Но, похоже, Оракул был... А, нет, Оракул висит, надо кидать ревелейшн Фениксы, правда, паззлуют чуть в это сражение Но, кстати, хороший тайм Получается по итогам у Харстам Он врывается Адепты появляются в ровный момент, когда прилетает Феникс Ну, я не знаю, что делать Да, нанесут какой-то... 70 пробок у Харстама на 45 рабочих у Термала Это... Это GG Это Харстам в плей-оффе WCA Нет, хорошо У Термала до конца У Термала сражается до конца У Термала молочинка Да, знаешь, мне кажется, пора вспоминать этот самый мемчик с фэнтези-GG таймингом Да, вот у меня есть юнит, я могу его микрить Собственно, примерно следующее Думает, у Термала... На самом деле он просто видит, как отвратительно микрит Харстам А Харстам просто идет вперед и окликает Он ловит все мины, он даже не пытается ничего с ним не сделать Он просто идет и давит А у Термала думает, ну хорошо, там три базы, у меня две Но я могу разменяться по выгоде, один раз выиграть размен И я как бы еще в игре Ну да, он просто не видел прокси-локацию И это единственное, что его держит в игре Надежда на то, что оппонента... Ой, Оракул сейчас будет потеряна, и снова не до микривайд Харстам Просто пошел, отдал Оракулу на одной мине Не, ну Харстам может себе позволить Оракулами разминировать Это нормально 150-150 за один залп мины По-моему, шикарный размен С учетом того, что у нас четыре базы против двух И мейн, смотри, шесть рабочих качает, три кучки Все! Последняя атака... Нет, Харстам не будет этого делать Это будет в чистом виду самоубийство Даже после этого он, скорее всего, не проиграет Но это просто глупо Ну то есть, мы видели четыре мины, но зачем у них появляться? Харстам, скорее всего, ждет просто нужного количества сталкеров Чтобы хватило на то, чтобы зафокусить четырех либераторов Обрати, кстати, внимание на то, что у Харстам уже почти 200 лимита Ну да Лимиты сейчас резко просядут для Харстама на секунду А потом он снесет у термала с карты У термала отчаянно отступает на мины Видел, как пробка, едущая на локацию Получила залп мины себе в лицо За общее дело отправилась в Освояси Во имя Кхалы Да, за Кхалу Разминируем одну мину Ну, у термала, пожалуйста Отступает сейчас домой у термала Он понимает, что все очень плохо для него Но сейчас мина, кстати, ай, как болезненно разряжается Хотел я сказать Но дело в том, что мина ни черта не болезненная разрядилась Там погиб один сталкер И этот сталкер в итоге особо погоды, конечно, не сделает Ну, там, конечно, были потеряны шилды Но мне кажется, что сейчас может позволить себе Харстам потерять шилдов Я вот не понимаю, почему Харстам настолько нерешительно играет У него 160 лимита У него боевой лимит в полтора раза больше Смотри, Харстам не понимает, почему у термал не вышел Да, Харстам идет искать прокси-локацию Может быть, не только я поставил прокси-локацию Нет, ну как бы, а что еще может быть? Ну как, ну у меня три базы Я не видел третий Он все, он уже умер Зачем он еще сидит в игре? Не хочет у термал просто расставаться с надеждой на квоту на WCA Кстати, такой момент У термал сейчас, во-первых, занимает третью базу Во-вторых, возможно, Харстам боится повторения ситуации в игре Хаса и Хэппи на DreamHack в туре Когда у нас там были буквально прокси-базы Хэппи под прокси-базой Хаса Да, я помню, было что-то такое Ну что ж Садится Мейн ЦЦ-шка с мейна У термала Место третьей базы Дропается тонну мул 100 лимита Только плюс один В продакшне только боевые юниты Флитбикон тем временем заказывает Харстам Да, Харстам просто не понимает, почему соперник еще не вышел Не, ну Харстам понимает, что если он полезет сюда, он проиграет Ну, по крайней мере Но с другой стороны можно перевести в турпетру Он не проиграет игру, но проиграет файт, скорее всего Харстам не хочет проигрывать файт, потому что это бессмысленное выкидывание преимущества Харстам может покликать Опять же, это десайдер Выигравший отправляется в плей-офф Проигравший не получает ничего Нет Немного не та мысль Победивший отправляется в плей-офф И ему ничего уже не надо делать А группа Б ожидает только нас Поэтому, как бы, можете понимать мотивы Почему Харстам все еще играет Да, лучше повернее Он хочет наверняка пойти спать Все, это то, что хочет Харстам Ну, видимо, он просто нашел угол правильный для атаки У Термал закономерно рассыпается в этом сражении С камешек под конец срывает GG пишет Ютермал Счет становится 2-1 И Харстам побеждает прямо сейчас И именно Харстам выходит у нас со второго места в этой группе Таким образом, у нас выходит Сортов с первого места Переиграв в Соке со счетом 2-1 И переиграв Харстам со счетом, по-моему, тоже 2-1 Со второго места у нас выходит Харстам, который сначала переиграл Ютермала 2-0 Потом проиграл Сортову И потом снова переиграл Ютермала уже со счетом 2-1 Ну, по Утермалу просто прошлись Да, Ютермала, к сожалению, два раза растоптал Харстам Утермал, конечно, выкарабкался из лузеров Но по итогам, к сожалению, не смог выбраться на поверхность Наш примерный план Наш примерный план сейчас достаточно долгий перерыв Где-то, наверное, минут 10-15 После чего мы продолжим уже с группой Б В которой у нас будет играть такой человек, как Шоу Тайм В которой у нас будет играть украинец Блай В которой у нас будет играть поляк Соул И кто у нас четвертым будет в группе Б? Ламбо? Да, Зерк Ламбо из Германии Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова